Здравствуйте, дорогие подписчики Политеки Онлайн. Я Александр Шелест. Арти Грин с нами на связи. Мое почтение, Артин. Добрый день. Множество вопросов накопилось о ситуации на передовой. Вы, как человек, сведущий о том, что происходит. Ответьте, пожалуйста, на несколько наших вопросов. Самый, наверное, главный, чтобы понимать ситуацию, это оценка сил на Донбассе. Насколько тревожно, насколько действительно решающим будет являться удар, который готовит Российская Федерация и готовит, давайте будем откровенны, достаточно длительный период. Ну, что значит готовит? Они уже приступили к этому удару. Они вообще не останавливали процесс, периодически наращивая усилия, делая паузы какие-то незначительные. Но, в принципе, процесс не останавливается уже полтора месяца. Ну, недавно было наращивание. В результате мы оставили Кременную. Но противник вел в бой достаточно большие силы. Кременная крайне неудобна для обороны. У нее нет тыла, у нее есть только фланги. Поэтому, в принципе, я считаю, было принято правильное решение оставить Кременную. Потому что противник имел возможность и реализовал огневой контроль за путями подъезда, снабжение эвакуации с Кременной. Поэтому оставлять там войска было, ну, скажем так, неразумно. Главной целью этой фазы войны является уничтожение и максимальное ослабление войск сторон. И именно в этой парадигме, я считаю, наше командование приняло правильное решение. Кременная была оставлена. Это есть элемент мобильной обороны. То есть не цепляться зубами, пока зубы не вылетят за каждый клочок, за каждый населенный пункт. Хоть, конечно, Кременная – это город. И говорить о том, что ничего страшного нельзя. Но с точки зрения сбережения наших ресурсов и нанесения максимального урона противника, это было правильное решение. Других подвижек нет. И я, честно говоря, не вижу. То есть остальные рубежи обороны у нас достаточно крепко стоят. Сформированы районы подвижек. Обороны убежда. Сформирована линия соприкосновения в Попасной, которые стоят достаточно далеко. Они, конечно, подвергаются интенсивным обстрелам. Но поиска там стоят прочно. И, насколько я вижу, отступление не... Оставление этих позиций не ожидается. Ну, идет развитие событий на Изюмском направлении. То есть попытка противника совершить охват и окружение основных сил ООС с севера и с юга. То есть это Изюмское направление. Изюга – это мы очень... Тома на великой новоселоке у них. Да. У нас, как у Галлии, вводе информации, там тоже все достаточно прочно. Вот. Могу сказать, что резервы у нас есть. Они в бой не вводились, по большей части. Поэтому говорить о том, что есть какие-то угрозы на востоке, я думаю, не стоит. Что по югу? Вот если мы так бегло анализируем ситуацию на передовой. Гуляй-поле, плацдарм для выступления на Запорожье. Это вот, наверное, тоже интереснейший момент. Как будут развиваться события? Куда пойдет из района Гуляй-поле, а вот это армия Российской Федерации? Это будут смыкаться клещи, вот эти вот условные, да, что рисуют уже... Ну, все даже дилетанты понимают, как они планируют себя вести. Или же это действительно такой отсекающий удар в другую сторону? Что вы думаете? Ну, противник, очевидно, решил концентрироваться оставшимися силами на не множестве, а на двух-трех направлениях. Вот одно из них, это изюм. Второе, очевидно, встречный какой-то удар с юга. То есть это или гуляй-поле или Новоселовка, там... Или вылыка Новоселовка. Вот. Ну, там, что им там взбредет в голову? Ну, какое направление они будут считать главным из них? Ну, туда и направят больше войска. Возможно, пощупают, где у нас там, кажется, как бы более податливая оборона. Они туда перенаправят резервы, и это направление станет главным. Ну, то есть это классика военного дела. Вот. Но я могу сказать следующее. Их армия стала существенно слабее за эти полтора месяца. Наша существенно сильнее. Вот. Возможности нашей армии возрастают. Я глубоко уверен, что если сейчас начинать наступательную операцию, она будет иметь успех. Но чем позже будет это наступление, ну, я имею в виду среднесрочную перспективу, тем успех будет больше. Потому что армия России будет слабеть, а наши, наоборот, подмобилизованные части, вооруженные современным оружием, новыми поставками, будут иметь большее преимущество. Поэтому с этим, видимо, и связано то, что до сих пор наступление не произошло, ну, контрнаступление. Но я уверен, что оно не забирает. Тут еще погодный фактор, тут задождило несколько дней. Вот. А наступать в условиях обильных осадков – это дело неразумное. Но это как раз очень активно. Особенно поначалу противник злоупотреблял. Видимо, там в теплых кабинетах осадков нет, и поэтому они поутопили там кучу техники. Но они тоже умеют, наверное. Вот. То есть, например, и здесь интенсивность наступления была запроможена. Запромозилась в том числе и из-за осадков. Потому что техника не может свободно перемещаться по нашим жирным точным чернозорам. Тем более после полевых работ, проведенных, почти все поля, куда они сейчас пытаются наступать, обработаны. И грунтые очень верно. Ну, короче, я не вижу здесь перспективу противника. Я, ну, как и все, наверное, украинцы ожидаю нашего контр-выступления. Оно точно будет. Я просто не знаю сроки и неполадения главных ударов. Если это гардерс, то не хочу никому подсказать. Да-да. Просто, исходя из того, что вы сказали, в принципе, это и объясняет поведение российских войск на передовой. И западные аналитики многие пишут о том, что, ну, чтобы собрать силы, нужно немного больше времени. И самый оптимальный вот для российской армии период, это как раз после Пасхи, ну, вот туда, немного дальше. Но гонят вперед, потому что понимают, что техника европейских стран, западная техника, техника из Финляндии, США, ну, много стран сейчас заявили о том, что будут поставлять технику Украине. Вот она подходит. И тогда уже совершенно, ну, как бы другой расклад. Как вы ощущаете, торопятся россияне? И что это за спешка? Ну, спешка, в первую очередь, в связи с тем, что они понимают, что мы становимся крепче. Во-вторых, им нужно поддерживать, скажем так, мобилитарические настроения какие-то. И в том числе они понимают, что усталость войск, находящихся в мобильном состоянии, растет. Поэтому, конечно, они хотят основные операционные действия закончить в сжатые сроки. Вот. Но, видите, у них особо ничего не получается. То есть они реально рвутся. То есть там сотни единиц техники сконцентрированы там в ударах каких-то, да? То есть в том числе криминую мы оставили, это не просто так, в принципе, под серьезной угрозой, ну, это было бы не окружение, скорее, а охвата. Ну, повторюсь, как бы это вот их, у меня такое ощущение, что это их последние такие, как бы, относительно мощные мобильные действия. Я думаю, дальше уже будет все сложнее и сложнее. И им придется принимать такое же решение, как и под Киевом. То есть оставлять позиции и, как бы, сматываться от суда. В определенном случае будет разговор. Ну, здесь Путин, Путин объявился и говорит о том, что вот, планомерно, все идет по плану, как всегда. И о том, что уходить, да, с Луганской и Донецкой области, вот с тех так называемых республик, не планируют как бы. Но здесь возникает вопрос, что тогда, глухая оборона? Не, ну, глухой обороны у них не получится. Дело в том, что у них неподготовленная позиция, что обороны, да. У нас линия соприкосновения формировалась там, где нам удобно было стоить оборонительную позицию. И это совершенно не значит, что у противника тоже удобно. Скорее наоборот. Вот, поэтому плюс наступление, оно ж не по всему фронту, там, как они там пытались, там, да. Но будет выбраны основные, запасные направления удара, где будет развиваться успех, туда будет. Войска, резервы, которые будут развивать успех, соответственно, создавать угрозу флангам и ТЛАМ группировок. Даю, что называется, руб за 100, что с начала наступления у них будет серьезная паника. Вот, у них достаточно тяжелая такая платформоцентрическая модель управления, поэтому войска будут в полном неведении, что происходит у соседей. Это породит еще большую панику. То есть, ну, вот по опыту там войны 15-го года, 14-15-го года, там, где мы проводили тактические наступления, ну, или, скажем так, тактические операции, не наступления, а именно операции, связанные с перемещением каким-то в сторону противника. Там, допустим, операция по деблокированию ветка дуба была в феврале 15-го, точнее, 6-го февраля 15-го. Ну, у противника была серьезная паника. Мы все-навсего проводили операцию по деблокированию нашей модстрелковой роты, модпехотной роты, которая, там, сводная рота получает в ветка дубе. Вот, ну, как бы противник принял это за наступление. И, по данным перехватов, в общем-то, и паника, и бегство было. Потом, та же история повторилась, там, в сражениях каких-то на Светлодарской дуге, когда, как бы, паники подверглись нескольку подразумениям, которые, как бы, начали бегство в тыл. Это, причем, обстрелянные, которые давно там стояли. Вот, так они еще ни разу не испытывали на себе наступательный потенциал украинских войск, только локально-тактические. Но я думаю, что, когда испытают на себе полноценное стратегическое уровень наступления, то паника будет серьезной и бежать будет, там, до Ростова. Это, по моим ощущениям. Да, скажите, нам, нам вот здесь, ну, главной глашатой военно-политической обстановки и успокоительная всея Украины, господин Арестович, говорит, что, ну, пока что с той техникой, которая идет, мы можем, там, остановить, но отбросить к границам украинским, суверенной Украины, но здесь уже сложнее. И вот о наступлении, о котором вы говорите, вот здесь нужен, наверное, главный акцент здесь поставить. Вот тот, кто наступает, у того и больше потерь. Это справедливо будет к тому наступлению, о котором вы говорите? Не всегда. Можно привести массу исторических примеров, когда, как бы, у наступающих войск были достаточно сдержанные потери при тотальном разгроме противника. То есть удачное наступление, это не то, которое метр за метром, камень за камень, да, а то, которое приводит к разгрому и пленению, там, возьмите, там, наступление немцев на 41-м году, да. Они же наступали, там, ну, в первые месяцы войны взяли 4 миллионов лет. Только, да, убитых, там, вообще никто не считал. Вот. Я думаю, будет примерно вот такая история. Ну, или немцы с французами, там, тоже, да. Хотя немцы понесли потери, там, на начальном этапе, а потом, как бы, уже, когда развали наступление, потери были достаточно сдержанные. Вот. Я больше, чем уверен, что здесь будет то же самое. Но, Арестович, ну, я, мне нет возможности, там, смотреть все материалы, которые озвучиваются, в том числе, и, ну, если он что-то говорит, наверно, зачем-то он это делает. Вот. Допустить могу, что, безусловно, чем больше у нас будет тяжелых вооружений и более современных образцов, тем меньше мы заплатим цену за победу. И, возможно, в рамках, как бы, этого, ну, как бы, игры, потому что нам надо еще, чтобы, как бы, завершить матч, то, возможно, для этого он это говорит, потому же, не только для внутреннего потребления, его наверняка переводят, там, и для Германии, и Британии, там, и так далее. Он же, там, маршатый, назначенный официальной информацией войны. Ну, да, его же слушает противник, это очень важно, всегда это очень нужно подчеркнуть. Он многих слушает, но Арестовича в первую очередь. Я хочу вот вернуться к вашей параллели по поводу, правда, не 41-го, а 42-го года, вот уже, скажем так, параллели проводят с ситуацией, ну, примерно на востоке Украины. И вот здесь очень интересная позиция города Харькова. Как вы относитесь к тому утверждению, что никаких перспектив на востоке Украины у Российской Федерации быть не может без города Харькова, который как-то вот обошли, ну, и, собственно, там уже по некоторым аналитическим, да, вот каким-то таким взглядом на карту вырисовывается вполне возможный в перспективе котел для самих военных Российской Федерации? Ну, котлы будут, это совершенно точно. Но, как бы, естественно, тут вырисовывается тоже направление удара с Харькова в восточном направлении, что будет отсекать группировку. Поэтому у российских войск, когда начнется наше наступление на их позиции, будет два варианта, или остаться в котле, или очень быстро убежать. Вот. Ну, посмотрим, где-то будет принято такое решение, где-то такое. Судя по тому, как у них устроено вертикаль управления, приниматься решение будет в бункере где-то там за Уралом, если его вовремя не примут, потому что там человек будет отдыхать, спать, обедать, ему будет не до этого. Вот. Может случиться задержка, и поздно будет давать команду на вход, и войска какие-то попадут в туда. Это вполне естественно. Но я уверен, что котлы будут. Локальные, тактического уровня, оперативного, а возможно, и стратегического. Я думаю, на юге такие будут истории. Вот. Ну, и со стороны Харькова, да. То есть, вот та группировка, которая ломается к изюмам, там, конечно, рука подмывает, ну, как бы, подмывает, нести фланговую дорогу. Что вы думаете насчет противника? Потому что вот эти вояки, которые сейчас на украинской земле, это те, которые переброшены, которые отступили с севера Украины, это новые, свежие силы. Просто разные эксперты по-разному оценивают перспективу, да, вот численную и качественную для российской армии. Некоторые говорят о том, что, ну да, вооружение есть, снаряды, как бы, есть, и они будут месить. Вот эта огневая подготовка очень уж сильно затянулась, исключительно из-за того, что нет качественного состава пехоты. Некому брать города, некому физически брать, и, ну, наступать в классическом смысле понимание действий военной пехоты. Что вы об этом думаете? Ну, я бы сказал, не некому, а недостаточно, недостаточное количество войск для совершения таких стратегических операций, как захват такого города, как Харьков. То есть тут должно быть миллионная армия, а у них его нет, и то, что у них было, там уже ошметки, по большому счету. Значительная часть пересмотрела свое желаемое участок в какой-то авантюре. Вот, кто-то там писал рапорт и категорически отказался, кто-то избрал другую тактику, там пытается отсидеться в каких-то нарах, там имитируя, там, выполнение команды. Но качество войск, безусловно, у Российской Федерации сейчас упало. Именно потому, что самые боеспособные части были перемолваны, а остальные изрядно, как бы, демотивированы. Поэтому я не знаю, чем они там собираются выполнять свою задачу, уверен, что не выполнят нигде. Вот, вопрос-то в том, когда начнется контрнаступление и полностью освобождение территории. И меня, на самом деле, больше интересует разгром армии. И освобождение территории. Потому что успехом нашей войны будет разгром армии, а не просто освобождение территории. Потому что после разгрома им долго желания не будет. А если мы просто их выдавим, то, мало ли, могут трупы зачесаться опять что-то там. Если разгром будет очевидным, и угроза возникнет, как бы, для них самих, то есть, когда нет армии внутри страны, внутренние процессы, в общем-то, в стране могут серьезно подвинуться. Ну, тогда им будет недонасточное ближайшие десятки лет. Вот мы так заходим плавно в эту тему, скажем так, а что дальше, а что сейчас. Я благодарю всех, кто смотрит это видео и ставит прямо сейчас лайк этому выпуску. Непосредственно поддерживает канал Политаконлайн, поддерживает слова Арти Грина. Мой следующий вопрос о таких, ну, знаете, разных каких-то, вот за одни сутки фактически двух разных комментариев по переговорам. Мы вот, казалось бы, еще там 12 часов назад примерно, да, думали о том, что, ну вот все, переговоров нет, все сидят и смотрят, как в кинотеатре, что же, кто же одержит верх на востоке Украины. Ну и, соответственно, после этого будут плясать на дипломатическом, скажем так, дипломатической авансцене. Но вот сейчас вот Захарова активизировалась, там передали какую-то бумагу на рассмотрение украинской стороне со своим вариантом и взглядом на происходящее россияне. Подоляк подтверждает, говорит, изучаем, то есть переговоры идут. У вас, как у военного, хочу спросить, какое место вообще переговоры могут иметь на такого рода войне и вот именно в этой фазе, в которой мы сейчас пребываем? Ну, неизбежно закончится какими-то переговорами и какими-то договоренностями, озвученными сторонами. На какой фазе? Ну, я думаю, не на этой, потому что, ну, как минимум, не получив разгрома своих поисков, они не захотят убираться с территории оккупированных, как минимум. А разгром пока нет. У нас и по данным, да, мы кричаем с каждым граммом. Поэтому я подозреваю, что только получив разгром, вот, переговоры пойдут в правильное возрасте. Вот, то есть, ну, я считаю, что русские будут выполнять только те договоренности, которые они в состоянии будут нарушить. Если у них не будет армии, то, как бы, они, соответственно, нарушить ничего не смогут. То есть, по сути, будет договоренность только о том, что они прекратят свои, там, бомбежки. Вот, ракеты у них и так, наверное, заканчиваются уже, там. А артирийские обстрелы территории, которые будут там, системами, там, граду и рогана, которые тоже достаточно далеко будут, там, смягче еще дальше, этих боезапасов еще не надо. Вот, поэтому договоренность будет такая, что мы, как бы, не идем дальше, не отодвигаем их на безопасное расстояние, там, в Костовской области, там, или в Белгородской. Ну, они, соответственно, прекращают эти обстрелы. То есть, какая-то договоренность будет. Потому что мы, к сожалению, не сможем закончить эту войну в Кремле. Поэтому что-то придется к чему-то другому. Я просто, как у военного, хочу вас, вот, ощущениями, чтобы вы поделились. Потому что я помню, ну, я из Луганска, и помню 2014 год, когда украинские военные уже, ну, там, кто-то говорит, вот, там, в самом Луганске уже вешали флаги. Истории военные мне рассказывали просто, ну, там, из разряда фантастики, да, что они просто садились в машину и на спор, да, вот, ехали в самом центре, там, из гостиницы Луганск, вешали украинский флаг, возвращались обратно. То есть, фактически, можно было спокойно заходить, спокойно забирать, возвращать, да, в Украину Луганск. Есть ли вот такая параллель с тем, что может произойти после условно вот этих договоренностей, когда и армия украинская готова, и есть чем, и есть как, и уже есть конкретное видение, как отбросить врага к границам Украины уж точно. Но приказа такого не будет. Ну, я не могу подписываться за этих политических лидеров. Было ощущение, что такое возможно до назначения заложенного командующего, начальника генерального штаба. То есть, для того, чтобы слить войну, им надо поменять как минимум этих офицеров. И преступные приказы выполнять не будут. И не только они, кстати. Поэтому я думаю, что у Зеленского, как бы я имею в виду команды политической в Украине, у них не очень много шансов как бы слить эту войну. Ну, и у меня такое ощущение, что у них и желание работать. Потому что достаточно крепко они себя ведут, неожиданно в том числе, да. Хотя вот после назначения и смены хамчака на заложного, как бы, у меня резко поменялось понимание происходящее. То есть, я понял, что намерение, по крайней мере, у верховного главнокомандующего серьезно. Ему не нужны фрунты, которые будут выполнять приказы его, какие бы они ни были. Ему нужны военные, которые смогут обеспечить победу армии. Вот. И они смогут. И армия сможет. И резервы есть. Я думаю, многие знают о том, что там сейчас попасть в армию, в общем-то, не так легко. Мест нет. Да, то есть, вот сравните с Россией, где они там уже сюда левицей присылают, там, афилопы какие-то там в очереди. Ну, показывают очередь в Одессе Бебе. Ну, вот просто такой. В очереди, да. Ну, мне тут показали. Я в 15-м году еще где-то там заявил, что, ну, еще одно такое, это Бальцево, и Путину придется занимать войну в Сомали. Вот. Ну, вот, в общем-то, он до этого и дошел. То есть, очевидно, что... то его ресурсы, которые он может вот просто так вот призвать, ну, и мобилизовать, да, они у него отсутствуют. Потому что, ну, люди гражданские не очень рулся в Путину. Даже наши. То есть, я имею в виду, в Украине моего добровольца на сегодняшний день, ну, наверное, полмиллиона. Те, кто добровольно готовы, как бы, взять в руки оружие там на уровне, там, второго, там, в Минской области постоять, то есть, там, выступать на этой операции. Я думаю, около полумиллиона таких есть. У Путина этих полумиллионов нет. Он может, там, набрать, там, еще кого-то, да, там, где надо, мобилизовать, бросить в бой, как мясо. Но мясо, оно неэффективно. Но кормить надо, там, поить, там, одевать, обувать. А оно воевать-то не будет. На самом деле. Вот. То есть, такие массы, как бы, не имеют вещей. Они же наши полумиллионы затопчут, там, тоже двумя граммами своего масла, там, или пищевая. Да, то есть, то, что я вижу, как бы, говорит о том, что морозить никто ничего не будет. То есть, ну, как бы, мы готовимся. Вот. Мало того, мы, в принципе, готовы. Я бы сказал, выбираем удобный момент. Я благодарю всех, кто посмотрел это видео. Дорогие друзья, отдельно мнение Артигрина о том, что происходит в Мариуполе сейчас на нашем канале, канале Братья Политбюро. Пожалуйста, переходите, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на наш другой канал. Мы очень благодарны вам, Арти, за то, что вы включились. Благодарны каждому, кто принял участие в обсуждении этого видео. И мы в очень ответственный период хотим призвать всех держаться вместе. Вместе в нашем таком комьюнити, которое анализирует. И, ну, уж точно, уж точно с нами вы ничего не пропустите. И здесь никто не будет замалчивать или каким-то образом моделировать реальность. Здесь только аналитика и очень интересное мнение наших экспертов. До новых встреч и берегите себя.